Живой, живой звук на радио Шансон Здравствуйте дорогие, уверена, что наши радиослушатели давно ожидали, ну когда же, когда же, наконец, выйдет в эфир наша любимая программа Живой Звук И вот, вы включили 105,6 FM, кто-то сейчас едет с работы домой, знаете, так улыбается и чутка предвкушает, но кто, кто этот известный человек, который сегодня будет петь свои песни в эфире радио Шансон Но, конечно, мы держим интригу Да, как всегда, по традиции мы говорим об этом только после первой песни, там уже будем представлять, знакомиться, рассказывать, ну и задавать какие-то глупые и иногда не очень глупые вопросы, в общем, выяснять все подноготную А еще говорят, что нас вновь покажут на телеканале НТС, когда, спросит пытливый уже телезритель Мы скажем, телеканал НТС, это 22 кнопка, 7 мая, ну это примерно во вторник, можете посмотреть по своему календарю, в 19.00, там в телевизоре нас покажут Мама, привет! Да, и пока слушатели думают, как-то соотносится ли то, кто у нас в гостях и то, что нас все-таки покажут по телевидению, я предлагаю послушать первую композицию, которая зазвучит сразу после отбивки, ну а потом уже будем знакомиться и все вместе как-то проводить этот час эфира Живой, живой звук на радио Шансон Я не знал твоих дорог, солнце Я не знал твоих очей, небо Где бы ни был я, все одно ветер Обметал моей души пламя Но я шел пути дорог, ведал Я счастлив был свое время И руками загребал пепел И бросал его с моста в море Ты меня зовешь И снова в путь Меня умчат Огни дорог, колеса снов Звездой ночной Горит маяк Ты меня зовешь И снова в путь Меня умчат Огни дорог, осколки снов Звездой ночной Горит маяк И не видел я огней Сполох Только звезды Надо мной Рост сыпь Где-то рядом Тут лежал Посох Чтоб ударить им с плеча О, зим Приложить, да так Чтобы перевернуло У людей из души Печаль сдула И увидеть вновь Поле, что отрос Седым Будет Ты меня зовешь И снова в путь Меня умчат Огни дорог, огни дорог Звездой ночной Горит маяк Ты меня зовешь И снова в путь Меня умчат Огни дорог Осколки снов Звездой ночной Горит маяк И мечтой моей была Память Ну а памятью была Вера В то, что будет Он еще Светел Из моих усталых глаз Камень Ты горит в моих словах Разум И сердце Как ночной Садик Так выходит Что на всем Лете Мой заказ Путь Возьми Странь Меня зовешь И снова в путь Меня умчат Колеса снов Огни дорог Осколки снов Звездой ночной Горит маяк Ты меня зовешь И снова в путь Меня умчат Огни дорог Осколки снов Звездой ночной Горит маяк Горит маяк Ты меня зовешь И снова в путь Меня умчат Огни дорог Колеса снов Звездой ночной Горит маяк Горит маяк Ты меня зовешь И снова в путь Меня умчат Огни дорог Осколки снов Звездой ночной Горит маяк Горит маяк А стереотипы Ну ты понимаешь да Аркаша о чем я Если честно пока нет Ну как же Вот говорят что В шоу-бизнесе В этом вашем Все через постель Какими-то непонятными путями Но Сегодня мы Этот стереотип разобьем Потому что Наоборот Это точно разобьем Мы расскажем Про другие пути Как люди Попадают сюда К нам в студии Вы знаете Здесь напротив нас Прекрасный Дмитрий Акулов И что любопытно Говорят что он Директор радиошансона Мы вообще думали что я Директор радиошансон Но тут выяснилось Что почему-то У меня есть начальник Одним словом Дмитрий Акулов Наш дорогой Добрый друг Здрасте Дмитрий здрасте Ну да Или так Если можно чуть поближе Добрый день Прекрасно 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 слышим Очень рад что вы меня пригласили Наконец-то А мы знаете Мы думали что Мы не можем вас пригласить В какую-то сырую программу Мы были уверены что Если вас звать То в идеально Отточенный эфир Вот поэтому Когда все к этому пришло Тогда мы вас собственно И позвали Есть подозрение Что Мне одному показалось Что Дмитрий не один В нашей студии Поэтому представьте пожалуйста Людей которые с вами И самое главное Да Я не один Это Виталий Клавиши И все Связанное Так сказать Ну С подложкой Сергей Великолепный барабанщик Великолепный барабанщик Сергей Виталий Иван Павелова Не видно Он скрылся И сейчас была Ирина Это моя супруга Жена Да Которая Исполнила Небольшую часть Ну Музыки Которую я когда-то написал А вы заметили Аркадий Что на слове жена Дмитрий Анатольевич Сразу стал улыбаться Сразу его голос стал мягче Если уж там немножко покраснел Да Теперь мы понимаем Кто в доме главный Но Дмитрий рассказывайте тогда Рассказывайте Мы знаем что творчеством Вы занимаетесь давно Некоторое время назад Слышали некоторые песни Я тут недавно Зашел на свою страничку Вконтакте В аудиозаписи И там целых три Ваших песни Одна и та же песня Просто в разных Аранжировках Поэтому как давно вы с музыкой На чем росли И как пришли К своему творчеству Музыка вот эта Которая сейчас Будет звучать Она Написана В течение Наверное Какого-то этапа жизни То есть Какие-то вещи написаны Вообще лет двадцать назад Тридцать А сколько же вам лет? Ну сколько Много Тридцать два? Тридцать три Да И Они были Несколько в другой Интерпретации все Вот И мы с Виталием Когда Ну послушали эти песни Он говорит Слушай ну Давай что-нибудь прибавим Ну мы прибавили А так они были такие Немножко Лирические Ну хорошо А как вы Оцениваете Своё творчество В целом? Вы такой лирический герой Что-то грустное Душевное Поёте Или всё-таки сейчас пойдут Залихватские песни? Ну Залихватских Вряд ли наверное Как-то Ну я никак себя не оцениваю В данном Контексте Потому что Ну вообще сложно Когда ты сам пишешь музыку Да то есть Её самому себе Как-то Ну представить что Во она какая клёвая Да то есть Обычно Когда первые строчки Может быть четверостишье А может быть Сразу сборник Появился Не на самом деле Всё просто пишется То есть Вот в голову пришли И сразу в карандаш То есть Над строчками вообще не думаешь Это как Вот вы ехали за рулём Не знаю Шли по улице Не ну вот Ты сидишь например Вот раз тебе пришла в голову Какая-то идея Сел и записал То есть это У нас вот видите ли Люди приходят Мы это думали Рассказывают про страдания И мытарства Не мух творчества вообще никаких Да Чисто всё Да то есть вот пришла вот И написалась Так это что же получается Чтобы написать песню Не нужно до этого страдать Не знаю Неразделённая любовь Ну жизнь она периодически Приносит нам какие-то страдания и боль Я вот с одной стороны хотелось пошутить про работу А понимаешь что мне здесь ещё работать А понимаешь что нельзя Да понимаешь что Потому что боль Потому что боль Потом возможно будет Смотрите с текстом ладно понятно Ну и что мы поняли точнее да Что пришло в голову То записали в карандаш И всё потом родилось С музыкой как Да музыка то же самое Ну то есть текст написал Не ну бывает наоборот То есть сначала приходит какая-то там Ну какой-то мотив А потом на него накладывается Слова Так Но это всё происходит Неожиданно То есть это нельзя Ну то есть не садишь так за стол Там да В руке перо Так за ухом Вот это вот достал Сейчас я напишу Знаменитую Какую-нибудь шикарную вещь Симфонию У меня так не работает Я так не умею Вы знаете У меня сложилось впечатление Что писать музыку Это вполне себе плёвое дело Как вам кажется Аркадий Может быть мы что-то тоже могли бы с вами Нет Екатерина Я всё-таки думаю Что кому кажется Тому кажется А кто работает Тот работает Так Дальше Коллеги Хотела бы я обратиться к вам Именно в таком ключе Что сыграем далее Да Далее мы сыграем Песню Которая называется Песню Которая называется День рождения У неё очень много интерпретаций на неё Мы вот с Павлом Который вы не видно Снимали клип Ой у вас уже и клипчик есть Класс Уже год почти Да Эта композиция Несколько в другом она была И в темпо ритме Вот Здесь она будет звучать Ну совсем иначе Но смысл тот же То есть в клипе уже в том темпо ритме В котором будет сейчас Или сейчас будет Сейчас будет другой Другой темп Я понял То есть в клипе она более Ну скажем медленно Да У нас сплошные сюрпризы сегодня Поэтому слушаем Наслаждаемся Живой Живой звук На Радио Шансон В комнате стол Четыре окна Скатерть на нём В каплях вина А за столом Вижу себя Из окон светит луна День рождения я Соберу из картин День рождения я Буду ткать из улыбок Рядом со мной Кто-то сидит Ест или пьёт И вроде молчит Из них никого Сегодня не знал Рядом со мной И вряд ли когда Немного стекла Немного стекла Зелёного дна И комната снова пусто День рождения я День рождения я Соберу из картинок День рождения я Буду ткать из улыбок Тёмный бар Тёмный бар Тишина Шум машин из окна За стойкой пьяный бармен Дают бутылку В обмен На мешок Монет Или Пистолет Но меня Здесь Больше нет День рождения я Соберу из картинок День рождения я Мога Мога Моя Мож� Мож sustaining Можеш Муж Буду ткать из улыбок Можём Можеш На радио Шансон. Где моя тень, где ты? Где моя тень, где ты? Оставлены в душе обрывки пар и фраз И шум в окне воды. Вновь сгорая на лету, Плыву я и бегу к своим мечтам. И снова солнце лучит тень луны. И я ищу себя, где ты? Где моя тень, где ты? Где моя тень, где ты? Я, наверное, сберегу тот берег у реки, Что были так близки со мной. И не забудем мы серебряный рассвет И ночью силуэт. И снова солнце лучит тень луны. И я ищу себя, где ты? Где моя тень, где ты? Где моя тень, где ты? И снова солнце лучит тень луны. И я ищу себя, где ты? Где моя тень, где ты? Где моя тень, где ты? Живой, живой звук на радио Шансон. Продолжается программа «Живой звук». И напомню, у нас сегодня в гостях Дмитрий Акулов со своими коллегами, музыкантами. Мы здесь болтаем о чем-то интересненьком. Запоздалый, запоздалый вопрос у меня есть, имеется запоздалый вопрос. Да, давайте. Я даже немножко сказал старенький подгнивший Дмитрий Анатольевич. А, Дмитрий. Да, пытаюсь привыкнуть к новому. Смотрите, Дмитрий, было до выхода на рекламу мы слушали композицию под названием «День рождения». И не так часто музыканты посвящают этому празднику свой репертуар. Ну, какую-то песню пишут в честь дня рождения. Я знаю только Аллегру, Ваенгу и вас, получается. Вот она, тройка победителей. Да, поэтому вопрос... Встал в череду. В череду, да. Скоро будут заказывать на шансоне в честь праздников своих родных и близких. Все-таки для вас что за праздник День рождения такой? А это не мой праздник. Эта песня написана про День рождения. Немножко такая она, ну, с грустным таким потекстом, просто тех людей, которых, ну, в целом уже нет. Ну, как бы так. Ну, понятно. Ну, все поняли. Ну, все поняли. Либо совсем нет, либо где-то они далеко, да, то есть как бы так. Хорошо. А свой День рождения вы любите отмечать? Тут в эфире так не скажешь. Ну, вы любите, например, приглашать коллег? А не скажешь, потому что вас слушают, или не скажешь, потому что у вас жена прямо в студии здесь находится? Ну, вообще не скажу. Я понял. Хорошо. А я подарок приготовила. А, ну, все, я очень люблю свой День рождения. Прекрасно. Вопрос. Так. А вы выслушиваетесь в каждую песню? Да. Ну, мы-то да. В каждую? Нет. Да. Не, ну, смотрите, бывают же, например, вещи, которые ты просто, ну, как бы воспринимаешь через кожу. Да, то есть, которые не обязательно даже вдаваться в какой-то смысл. Есть песни, которые конкретно поют о каких-то вещах, да? То есть, ну, здесь, наверное, каждый видит то, что слышит. Не слышит то, что слышит, да. Все равно задумка автора же имеется. Вы все-таки больше в кожу или больше в голову? Я не знаю. Но вообще есть задача. Это просто, на которые нет ответа, понимаешь? То есть, здесь ты пишешь, и вот она пришла. То есть, все-таки автор высказался, а что там дальше? А что там дальше, сами думайте. Все понятно. Интересное кино. То есть, фанаты вам никакую обратную связь не даете? Вы встречи-то устраиваете фанатские? Ну, ладно, буду честен, нет фанатов. Это вы так думаете. Дело в том, что это вообще дебют. Вот, кстати, из этого рождается следующий вопрос. К нам обычно в программу «Живой звук» приходят ребята, которые, ну, там, нет-нет, да где-то и играют. Для вас это, получается, первое такое концертное выступление. Ну, будем уж называть «Живой звук» концертом. Да. Как вообще ощущения, как готовились? Готовились очень долго. Не от два. Вот, да, я вас знаю. Я хотел уточнить. Вот, то есть, это вот ребята Виталий, Сергей, то есть, они как бы подхватывают любой аккорд и поехали. То есть, даже концерты, ну, наверное, последний концерт, ну, или как крайний, да, у меня был лет, наверное, 30 назад, когда я выступал в качестве прима балалайки. Мы вот с Виталием коллеги в этом моменте, мы балалайшники, да, в своем первом каком-то, в первом учебном заведении, да. Поэтому это было 30 лет назад, я играл в оркестре русских народных инструментов. Ну, это где-то в школе еще было, или нет? Это было в музучилище. Музучилище. Да, а потом мы играли рок-музыку на каких-то концертах, но это нельзя считать выступлением, потому что, ну, рок тех лет был такой себе, как бы, скажем, не для эфира. Хорошо. А сейчас у вас где-то там внутри зашкварчало, захотелось концертов, аудитории, выступить на каком-то фестивале? Да, я ради этого и пришел. Раскрутиться? Да, да. Вот оно что. Радио Шансон – это та самая стартовая площадка. Понятненько. Назовите свою группу «Ангара А5», не А6, А5 уже была, и тоже стартанете. Ну, что, да, «Ангар» какой-нибудь. А слушайте, давайте вот сейчас зафиксируем. Дмитрий, когда вы станете известной рок-звездой, а может быть, звездой Шансона, у меня к вам просьба, вернее, нет, пообещайте нам, что на каждом своем концерте вы будете называть наши с Аркадием имена, как тех людей, которые дали вам путевку в жизнь. Которые открыли звезду. Да. Просто, ну, как студия звукозаписи где-то там давно в Америке. Нет, ну, пообещайте, люди же слушают. Ну, хорошо, я буду иметь это в виду. В виду, да-да. Но видно сразу, человек… Честный. …на руководящей должности находится. Вроде бы и да, а вроде бы и нет. И, кстати, к руководящей должности в том числе вопрос. Вы, как человек, который занимается в том числе и различными масс-медиа, и прочим-прочим-прочим, не было желания поставить это на какой-то прибыльный поток свое творчество? Творчество? Да. Да, ну, вряд ли. Почему? А какой поток? Ну, какой-нибудь. Вы же понимаете прекрасно, что этот процесс, это надо в него вкладывать все. Всего себя, да, то есть, и не заниматься больше ничем. То, что мы сейчас вот с вами встретились, это такой нонсенс, да, как-то вот так все сложилось неожиданно, вот мы сыграли. А дальше там, что из этого получится, не знает, и я абсолютно не делал никаких прогнозов. Вот. И заработать, и на этом, да, то есть, какой-то, ну, честно говоря, конечно, хотелось бы, да, не будем лукавить. Любой человек, который что-то пишет, он всегда хочет, чтобы это было как-то, ну, известно, да, что ему аплодировали. Вот. Вот, но это не самое главное. Ну, вообще не главное. Хорошо, тогда давайте сыграем что-нибудь дальше, что это будет за песня, если есть какая-то предыстория, можно ее озвучить. Да, это песня называется «Ольга с улицы Зорги», она была написана давно совсем, это песня, есть реальный человек такой, у меня есть друг в Москве, вот, ее зовут Ольга, вот, здесь никаких этих, не попрошу, без всяких там вот… Это к Екатерине больше обращать. Я молчу. Я думаю, да, сейчас на вас глядя, это просто обычный человек, да, то есть, который… Просто имя. Ну, как-то сложилось вот так вот, встретились и до сих пор вот общаемся. Все. И улица Зорги. Да, никак не комментируем, просто играем. Так, секундочку, отбивка. Живой, живой звук на радио Шансон. Вот история, будто вчера, помню я всю в деталях часах, Те глаза, что напротив меня, улыбаясь, пронзали. Я был в лифте на верхний этаж, и закрылась почти уже дверь. Палец-кнопку под номером семь, скоро дома. Почти уж совсем. Ольга с улицы Зорги, легкой походкой спешит по делам. Ольга с улицы Зорги, как же смешно и легко было нам. Вдруг подъеду и услышал шаги, я решил не спешить подождать. В тот же миг я увидел тебя и глаза. Эти полные солнца, глаза ты сказала всего лишь привет. И какой же вам нужен этаж? Я забыл в тот момент, где живу. И зачем жил до этого я? Ольга с улицы Зорги, жизнь так крушится, ветерами шумя. Ольга с улицы Зорги, нежным теплом имя в сердце храня. Ольга с улицы Зорги, Города, перелеты, дожди, поезда. Ольга с улицы Зорги, как же давно я не видел тебя. Живой звук на радио Шансон. Программа «Живой звук» на радио Шансон. Немножко отравмировался Аркадий, но ничего такое бывает. Все-таки работа ведущего достаточно сложная и травмоопасная. Вернемся к нашим гостям в студии радио Шансон Дмитрий Акулов со своими друзьями, коллегами, музыкантами. Дмитрий, вот расскажите, во сколько лет вы стали заниматься музыкой? Мы тут немножечко, вы вернее, обмолвили, что вы играли на балалайке. С чего это вдруг? Почему именно этот инструмент выбрали? И вообще, когда вы решили заниматься музыкой? Да, была ли балалайка первым инструментом? Была ли балалайка? Ну, нет. Первым инструментом у меня была скрипка. Чего себе! Да, вот такой вот неожиданный. А вам к лицу! Там струн примерно одинаковое количество. Это был третий, я учился в третьем классе, я увидел на... Раньше такие были в школах плакаты, там, ну, как бы такие зазывающие, агитационные. И там такой мальчик со скрипкой. Ну, стоит, играет. Ну, в смысле, он не слышно, что играет. Но видно. Да, видно. Я такой прям вот. И поехал в самую музыкальную школу без, собственно, вообще спроса. В третьем классе? Да, да. Имени Чайковского. И пришел туда, хотел записаться. Ну, как бы мне сказали, надо бы родителей увидеть. Вот. Но родители решили, ну, ладно, хочешь играть на тискрипку. Ну, и я вот четыре года отыграл на этом инструменте, да. И потом почему-то переквалифицировался на балалайку. Ну, я вот уже даже не знаю, что надо сказать. А вы закончили музыкальную школу? Школу музыкальную нет. Я сразу поступил в музучилище по классу балалайки. Ничего себе. В серии класса школы музыкальной на скрипке отыграл. И потом вот так получилось. Става балалайка. Да. А сколько вообще тогда, сколько вы не доиграли на скрипке? Нет, ну, в музыкальной школе семь обычных лет, по-моему. То есть три годика, да, еще? Потом, потом дальше уже это либо, ну, там, консерватория учились. А получается, в вашем случае это было исключительно по желанию? То есть вы никогда не жалели? Это не было, что родители, вот, Дима, давай, учись. И уже взялся, давай. Нет, родители вообще никак не участвовали в этом процессе. То есть здесь это мой осознанный или какой-то, я не знаю, выбор. Дело в том, что была пластинка балалайшника, известная, я, к сожалению, уже не помню. Может быть, да, 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 точно, Виталий говорит, Тихонов, да, действительно. И я послушал, там он играл. Ну, я такой думал, я тоже так хочу. Вот, и пошел в муз училища. Мы знаем, у нас есть проверенная информация, что у вас имеется тоже маленький человек в семье. Замечаете ли вы какую-то тягу к музыкальным инструментам, к любым? Ну, бывает, дергает за струны души. Но пока не было желания и ребенка тоже отдать? Ну, если у него появится желание, пусть, пожалуйста. Я никого не заставляю. Собственно, кстати, мы работаем по такой же схеме, нас никто не заставляет. Мы что-то сами приходим, что-то сами говорим. Да, да, нам нравится. Видишь, как нам повезло? Нам очень повезло. Смотрите, но у вас есть и записи? Да, есть. Ну, есть же. Как минимум, говорю, на моей страничке ВКонтакте их. Но я их туда не ставил. А на альбом уже этих записей на альбом уже набралось? Да, есть ли какой-то чипик? Нет, записей на альбом набралось, в зависимости, сколько в альбоме песен. Ну, допустим, вот здесь. Ну, есть такое количество, да. Ну, не было, да? Тоже не появлялось желания взять и выпустить? Появлялось. Ну, для того, чтобы выпустить, надо сначала записать. Я имею в виду нормально. Нормально. Да, когда ты записываешь, ну, так скажем, в домашней студии сам по себе. Сам себе оркестр с ансамблем. Вот. И в одном лице. Про это, кстати, тоже хочется узнать, потому что, когда говорят, что человек-музыкант, ну, и когда говорят про записи, всегда... Вот у меня в голове рисуется именно какая-то домашняя запись. Всё равно. Ну, как бы там... Понятно, что студии имеются, это всё здорово и всё классно, но какой-то особый романтизм придаёт именно вот самостоятельно сделанная запись. Расскажите, как вы делали? Вы делали, сами записывали на... Ну, конечно, микрофон, звуковая карта, программа, и пишешь, пожалуйста, подключаешься. Дело в том, что когда ты, ну, более-менее умеешь играть на всех инструментах, потому что отучившись с училищами, ну, я единственный на саксофоне, только, наверное, вряд ли. Почему? А так даже на трубе могу. А у нас есть труба здесь как раз. А кардинальная разница между игрой на саксофоне и трубой такая, что ли? Ну, там в мунштуке дело, да. Ну, то есть в положении губ. Да. Ну, мы поняли. Да. Есть определённые нюансы. Есть нюансы, короче. Ну, можно, можно. И на саксофоне. Но продудить что-то такое невнятное могу. Клёво. А что продудим далее? Далее мы будем играть медленную песню. А можно танцевать? Это пожалуйста. Только не со мной, пожалуйста, там в уголку где-нибудь садят. Живой, живой звук на радио Шансон. По туманной реке тихо шёл пешеход. А на него удивился народ. Ты смотри-ка, идёт, правда делает шаг. Но ведь это вода, что за странный чудак. Эй, послушай-ка ты, куда ж ты идёшь? По холодной воде да вдобавок поёшь. Ты глухой или нет, что не можешь сказать? Кто тебя научил по воде так шагать? Ну, молчал пешеход, делал следующий шаг. Постепенно в туман уходил тот чудак. А в округе теперь стали сказки ходить. Что и по воде можно бродить. По туманной реке шум. Шум по туманной реке дым. Волны бьются в борт лодки твоей, Что с рождения назвали силой. По туманной реке тихо шёл пешеход. Забывал понемногу о нём тот народ. Только в слове осталось, да в сказке людской. А в воде и душу, а в воде и душу, Волны чудаком. Волны чудаком. Живой звук на Радио Шансон 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 в памяти ли в бумаге ли ну слова то помните не ошиблись ни разу ну я записал 30 лет бумажка хранится и нормально да ну как бумажка в голове же на самом деле много что хранится то есть вы правда помните свои песни все да 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 ну бывают моменты что-то фразы какие-то меняются да ну суть остается а 94 год это самая ранняя песня или есть еще песни которые были написаны раньше ну были раньше еще много написано там была тетрадка да но она посеяна а строчка из первой песни любая так сейчас секунду на диване уснул я вчера в целом этой жизни это было совсем мы сочиняли как могли скажите как два дня репетиции проходили мелодию задавали вы ребята что-то придумывали как это все придумали ребята всю музыку глупые вопросы аркаш ну ты чё я на всякий случай на всякий случай решил уточнить вдруг что-то хотя бы раз жизни поменялось нет все действительно да правда да не ну дело в том что было было но музыка написан да то есть но аранжировка и и подачи она была по ходу действия то есть мы с виталием встретились и он сказал что слушаем дал я уже говорил давай чуть чуть вот это сделаем давай вот это я говорю да ну буш не надо думать делать да 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 и в итоге так получилось а смотрите это же своего рода вмешательство ваше творчество насколько ну скажем так ревность на терпимы да к этому относитесь была ли драка да нет нет почему я нормально к этому отношусь абсолютно вы даже жаль хотели хотели какой-то какой-то скандальчик скандальчик ну да сначала то есть когда мне виталий скинул такой думаю что это за такое интересно как-то это новая какая-то быстренько удалили его номер потом мы встретились и уже вот втроем да то есть начали играть и это на самом деле просто здорово ну на мой взгляд опять дмитрий анатольевич мы хотим вас порадовать прямо сейчас у нас есть для вас небольшой сюрприз подарочек подарочек я бы сказал потому что это этот подарочек это рекламный блог да а порадовать тем что его много то есть мы немножко отдохнем но и опять же здорово что на шансоне есть реклама сейчас перерыв сделаем на радио шансон друзья в завершении конечно мне очень бы хотелось спросить у дмитрия какую музыку он слушает какая радиостанция его любимая и знаешь пока я думала про этот вопрос вспомнила что когда периодически вот ты заходишь в кабинет и к дмитрию и так ему дмитрий привет а у него всегда играет радио шансон и значит так приятно вот до чего человек любит радиостанцию что даже в свое рабочее время с удовольствием ее слушает а в машине что у вас играет как провокационный вопрос причем почему нет скажем что-то другое допустим да и как-то вот я вот скажу скажите это нормально вы катя тоже когда едет меладзе слушает это ничего да да слушайте но я разную музыку слушаю да то есть я если честно радио слушаю только на работе редко я в машине вообще практически у меня есть плейлист определенный я его слушаю а радио на работе в машине но бывало такое да то есть настроение что-то поется ну например мне вот нравится это музыка пятидесятых шестидесятых годов это там например известные тэлвис пресли да то есть над кин колл фрэнк синатора ну почему-то мне вот это нравится да то есть но также не и и русскоязычная музыка тоже заходит в общем я мульти миллионер ну это понятно мульти слушатель ну хорошо а концерты которые вы посещаете я уверена что часто вы бываете на таких мероприятиях может быть какой-то концерт вас особенно впечатлил но может быть какой-то который был в январе например в январе был хороший концерт да тут при участии радио шансон непосредственно организации да это был концерт высоцкий посвященный дню рождения великого музыканта и поэта это спасибо это приятно да то есть но не насколько понимал ежегодно да да вот реально это хороший концерт надеюсь на следующий год он также состоится поэтому все кто его помнит этот концерт спасибо что помните приходите у меня есть дмитрий екатерина хватит решать выбрать рабочие вопросы в прямом эфире это была рекламка небольшая ну что ты ладно финальным тогда как всегда в конце мы даем возможность передать привет всем тем кого узнала кто узнал наших гостей поэтому если есть что сказать хотели бы что-то сказать можете озвучить прямо сейчас ну всем привет все спасибо да слушайте радио шансон слушайте музыку она очень полезна для здоровья и для настроения все эти музыку прекрасно спасибо большое финале екатерина морозова аркадий майлян до новых встреч в эфире в гостях был дмитрий акулов и команда можно говорить можно сегодня можно слушаем финальную песню и до новых встреч в эфире пока пока живой 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 звук на радио шансон мы танцуем с тобой этот медленный танец тихо ветер несет своих крыльях мечту на площадке темно играет гитара нам с тобой хорошо мы прекрасная пара медленный танец и весна только для нас с тобой медленный танец и весна я твой герой медленный танец и весна душу свою открой медленный танец а река все течет и название и время и как дым чудный миг нас с тобой унесет тот серебряный край где шумят водопады медленный танец и весна я твой герой медленный танец и весна душу свою открой медленный танец и весна пусть когда-нибудь мы не узнаем друг друга медленный танец и весна ветер времени память нашу сотрет но забыть никогда не смогу я и ты медленный танец и весна тот весенний полет и все наши мечты медленный танец и весна только для нас с тобой медленный танец и весна я твой герой медленный танец и весна душу свою открой медленный танец и весна я твой герой медленный танец и весна 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok